Добрый вечер! Вы смотрите информационный выпуск сегодня в начале о главных событиях. 15 лет со дня признания независимости. В честь юбилейной даты в республике пройдут масштабные праздничные мероприятия. Возведен цокольный этаж, работы идут согласно графику. В микрорайоне Царс продолжается строительство детского сада. Победители-призеры Циногарского лета определены. В Ленингорском районе завершен республиканский турнир по шахматам. 26 августа республика отметит знаковую дату – День признания независимости Южной Осетии Российской Федерацией. В честь праздника подготовлена насыщенная культурная программа, а также пройдут государственно значимые мероприятия. Эльвира Тибилова продолжит тему. Праздничные мероприятия в честь юбилейной даты 15-летия признания государственной независимости Южной Осетии Российской Федерации стартуют 24 августа. В этот день в Гостром театре пройдет концерт «Танец дружбы». С участием государственного ансамбля песни и танца Южной Осетии «Симт» и государственного ансамбля песни и танца Республики Абхазия «Кавказ». Мероприятие пройдет в Государственном драматическом театре. Начнется в 18.00 и для всех желающих вход свободный. К празднику приурочена и фото-выставка «Ровесники признания», которая откроется 25 августа. Ранее был объявлен фото-конкурс, по итогам которого были определены победители в нескольких номинациях. И как раз таки 25 числа пройдет выставка, а также награждение победителей. В этот же день состоится совместный концерт Государственного оркестра народных инструментов «Айзал» и ансамбля народной песни Чеченской государственной филармонии «Нуржов Хар». В день празднования 15-й годовщины признания независимости предусмотрена также развлекательная программа для детей. 26 августа в 12.30 по улице Костахи-Тагурово состоится праздничный концерт для детей, а также акция «Рисунок на асфальте». В 13.45 в здании Гостром театра откроется выставка осетинских и российских художников. В 14.00 состоится торжественное собрание представителей общественности, после чего Министерством культуры будет организован концерт классической музыки. Все концертные мероприятия и торжественное собрание будут транслироваться в прямом эфире телеканала ИР. Вечером 26 августа для жителей и гостей столицы на театральной площади пройдет большой праздничный концерт. В 17.30 на театральной площади состоится выставка осетинской национальной кухни, а также иронкост. Вечером в 20.00 на театральной площади состоится большой праздничный концерт с участием звезд эстрады Южной и Северной Осетии. Во второй части большого концерта специально для представителей молодежи выступят артисты российской эстрады, хип-хоп-группа V7 Club и R&B-исполнитель Shami. Эльвира Дебилова, Рауль Кочев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. 15 лет назад столица республики была сожжена и разрушена, но народ выстоял благодаря югостинским и российским бойцам, отдавшим жизнь за мир на земле Южной Осетии. Совет Федерации Российской Федерации направлен на обращение о признании независимости. 21 августа из официальных источников стало известно, что после принятия решения вопрос поступит на утверждение президенту России. И уже 26 августа последовало признание независимости. 21 августа в 2008 году в Схенвале прошел концерт-реквием перед зданием правительства, который был сожжен до тла грузинскими агрессорами. В этот день в Южную Осетию прибыл Валерий Гергиев. Оркестр Мариинского театра под управлением Гергиева играл для жителей, военных, спасателей и всех, кто помогал восстанавливать город. На концерт пришли тысячи людей. Эпидемиологическая ситуация в столице оставалась сложной. В эти дни в Схенвале находились и специалисты Ставропольского противочумного института. Эпидообстановка в городе остается сложной, что обусловлено тем, что централизованное водоснабжение города Цхенвал было запущено нами только 19 августа. Первые пробы воды в целом дали удовлетворительные результаты. Однако в сети города имеются многочисленные повреждения. И не исключено, что в некоторых районах города питьевая вода может не соответствовать принятым нормам. Руководство Южной Осетии уже направило обращение о признании независимости в Совет Федерации. 21 августа, 15 лет назад, информационное агентство РЭС опубликовало сообщение вице-спикера Верховной Палаты Российского Парламента, где говорилось, что после принятия решения вопрос поступит на утверждение президенту Российской Федерации. День 26 августа, конечно же, я запомнила очень хорошо. Он начался, как обычный день, с утра был завтрак. Потом каждый из нас занимался своими делами. Я работала с группой следователей из Москвы. Мы составляли официальные документы, чтобы подать в ГАГский трибунал на Саакашвили и его действия. И меня стали звать мои соотечественники к экрану телевизора. Залина Константиновна, идите сюда, посмотрите, что только что передали. И в течение дня, через каждые полчаса передавали указ президента России Дмитрия Анатольевича Медведева о том, что Россия признает государственную независимость Республики Южной Осетии и Республики Абхазия. Первое чувство – это было чувство радости, ликования. А потом попытка осмыслить, а что это значит дальше? За этим какие шаги последуют? И первое, конечно же, это понятие безопасности. Значит, Россия станет гарантом нашей безопасности. А это значит, что наша Родина не погибнет, а это значит, что мы вернемся на Родину. И как бы она ни была разрушена, мы сумеем ее восстановить. 15 лет народ Южной Осетии живет под мирным небом. Выросло целое поколение, которое воспитывается в спокойной обстановке. Субтитры создавал DimaTorzok В этом году мы отпразднуем 15 лет со дня президента. Признание Российской Федерации независимости Южной Осетии. В Республике на этой неделе пройдут праздничные мероприятия, посвященные этой исторической дате. Лена Газаева, Оксана Татайва. Информационный выпуск сегодня. Участковые полномоченные милиции совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних продолжают рейдовые мероприятия. В зонах отдыха с подростками проводятся разъяснительные беседы о надлежащем поведении. К примеру, сегодня были проинспектированы места массового скопления людей вдоль берегов реки Лиахва. Подробности далее. Участковые инспекторы по делам несовершеннолетних и сотрудники патрульно-постовой службы продолжают совместные рейдовые мероприятия. Эти меры направлены на предотвращение несчастных и чрезвычайных случаев в местах отдыха. Отдыхающим в особенности детям и подросткам милиционеры напоминают об обязательных мерах безопасности. Стражи порядка не перестают и не устают напоминать гражданам о том, что нельзя управлять автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения и нарушать общественный порядок. Проводятся беседы патриотического характера, недопустимости нарушения общественного порядка, соблюдение мер безопасности прикупаний, а также об опасности разведения костров возле стоя и листей массива. На особом контроле у взрослых должна оставаться безопасность детей, отмечают правоохранители. Музыка. 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 Совместные рейдовые мероприятия проходят на протяжении всего купального сезона. При выявлении нарушений правоохранители привлекают злоумышленников к административной ответственности. Стелла Бязарова, Регина Черткоева. Информационный выпуск сегодня. В микрорайоне ЦАРС продолжается строительство дошкольного образовательного учреждения. Стройка продиктована нехваткой мест в детских садах и ведется с предусмотрением современных требований. На сегодняшний день возведен цокольный этаж для тех помещений. Согласно проекту, здание будет двухэтажным. Работа также ведется согласно намеченному графику. Подробности у Агунды Кубосовой. В микрорайоне ЦАРС продолжается строительство детского сада. Учреждение рассчитано на 160 мест и покроет в перспективе потребность густонаселенного района. В микрорайоне возведены новые многоэтажки, поэтому необходимость развития социальной инфраструктуры возросла в разы. Детский сад возводится в рамках инвестиционной программы. Строительные работы выполняет организация «Мегаполис Т», которая хорошо зарекомендовала себя в строительстве других объектов на территории Республики Южная Осетия. На объекте строительства «Доу ЦАРС» работает фирма «Мегаполис Т». Это фирма, зарекомендовавшая себя еще при строительстве университета. Она имеет большой опыт работы, поэтому мы и не сомневаемся в том, что она выполнит все работы и качественно, и в срок. Как добавил министр строительства Константин Эльзаров, в работе задействованы местные рабочие бригады. Однако они обходятся без привлечения российских специалистов. ИТР полностью – это местные специалисты, это люди, которые получили образование в России. У них работают прорабом молодые парни, которые закончили обучение в России, которые сейчас трудоустроены у них. Помимо этого, те виды работ, где нет необходимости в специалистах, тоже выполняются все силами местных привлеченных специалистов. Строительство садика должно быть завершено в течение трех лет. Но так как работы идут активными темпами, есть большая вероятность сдать объект намного раньше. Стоимость объекта 230 миллионов, но в этом году запланировано лишь 70. Это только каркас. Просто инвестиционная программа имеет слишком много объектов, и мы не можем запланировать все в один год, так как количество объектов при этом уменьшится. И чисто технически тоже гораздо лучше, чтобы объект отстаивался в зимний период, особенно каркас. И после этого проводились отделочные работы. Так мы уменьшаем риск того, что возникают трещины впоследствии работ. И это просто технический момент. В связи с чем мы распределили строительство садика. На сегодня он распределен на три года, но, скорее всего, в следующем году он будет завершен. В аномальную жару, которая установилась в последние несколько недель, рабочим приходится выходить на объект рано утром. На сегодняшний день здесь уже возведен цокольный этаж, где будут располагаться тех помещения. Идет на завершение уже нулевой цикл. Это фундаменты, это стены подвала. И, я думаю, в ближайшее время, уже недели через полторы-две приступят к перекрытию. Все идет полномасштабно, как планировалось. Были какие-то небольшие загвоздки по финансированию, но подрядчика это не остановило. Он не приостанавливал деятельность. Уже подано выполнение на половину, на треть суммы, которая должна быть выполнена в этом году. Так что нареканий к подрядчику у нас нет. Очень исполнительный, порядочный подрядчик. И мы рассчитываем, что, работая такими темпами, он завершит план этого года раньше намеченного срока. Согласно проекту, здание будет двухэтажным. Здесь предусмотрены помещения для восьми групп, комнаты отдыха, пищеблок, актовый зал и медицинский блок. Предусмотрена установка лифтов для детей с ограниченными возможностями здоровья. На прилегающей территории будущего детского сада будут обустроены игровые площадки и беседки. Агунда Губозова, Ринат Медоев, информационный выпуск. Сегодня. Тинагарское лето под таким названием третий год подряд в селе Тинагар проводится республиканский турнир по шахматам. Напряженная борьба проходила между спортсменами, поделенными на две группы. За высокий уровень подготовленности все участники соревнований отмечены наградами и памятными подарками. Обо всем подробнее расскажет Анжела Кукоева. Большое спортивное мероприятие в селе Тинагар. Турнир по шахматам Тинагарское лето проходит третий год подряд. В них принимают участие юные шахматисты. На этот раз в турнире участвовало 25 игроков. Соревнования организованы Федерацией шахмат совместно с шахматной школой «Белая ладья» и Тинагарской школой имени Гиви Хурьева. Большое спортивное мероприятие в селе Тинагарской школы имени Гиви Хурьева. Турнир собрал большое количество болельщиков. В столицу республики представляли воспитанники шахматной школы «Белая ладья». За короткое время школа подготовила десятки шахматистов, которые вошли в состав сборной Южной Осетии. Сосао-관арского школы «Белая ладья»WW» Всех колес, который занимает участие в селе Тинагарской школы «Белая ладья» и Тинагарская школа «Белая ладья» и Тинагарская школа «Белая ладья» и Русланск. И Козбикович, мы на джерпозит шахматы поздно. Тинагар, это как ход. Перевел сюда меня мой папа. Я заинтересовался, что такое шахматы, как они ходят. Сильно не обглядывался и выиграл своих соперников. Преодолевая трудности, каждый участник стремился к победе. Интересную и познавательную игру провели шахматисты команды селения Тинагар. Ребята не первый год принимают участие в соревнованиях, показывая высокие результаты. За Тинагарскую команду активно болел их тренер по шахматам Ласко Гуссоев. Несколько лет он руководит группом любителей шахмат на базе Тинагарской средней школы. Учить детей мыслить, рассуждать и побеждать. Учить детей мыслить, рассуждать и побеждать. Турнир Тинагарской лета объединил спорт и культуру. Украсили спортивное мероприятие творческие коллективы Ленингорского района. После долгой и напряженной игры определились победители. В группе А первое место досталось Артуру Чикаеву, в группе Б Батрадзу Бесаеву. Среди шахматистов Тинагара в группе Б наибольшее количество очков набрал Давид Булатаев. Специальный приз имени заслуженного журналиста Гиви Хурьева достался Артуру Кубулову. В планах организаторов сделать турнир ежегодный и привлечь представителей из других районов республики. Руководитель шахматной школы Белая Ладя отметила высокий уровень подготовки турнира и выразила признательность команде Тинагарской средней школы имени Гиви Хурьева. Я очень много видела шахматных турниров и могу сказать, что турнир в Тинагаре он абсолютно не ниже уровнем, чем турниры во многих городах России. Так что спасибо ему еще раз большое. Победители и призеры турнира были награждены почетными грамотами и кубками. Надо отметить, что в этот день из шахматистов без наград не остался никто. Были отмечены все игроки турнира. Анжела Кукоева, Рауль Кочиев, Фатима Кумаридова. Информационный выпуск сегодня. А сейчас узнаем, какая погода нас ожидает. В республике переменная облачность, возможен дождь. В Снаурском районе днем плюс 27, ночью 10 градусов тепла. В Цаусском районе днем плюс 26, ночью плюс 10. В городе Квайса днем плюс 25, ночью 9 градусов тепла. В Ленингорском районе днем плюс 28, ночью 11 градусов с плюсовой отметкой. В столице республики в Цхенвале днем 27 градусов тепла, ночью плюс 11. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джуаева. Желаю вам всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин